Сегодня в Ульяновской области 2367 приемных семей. В них проживает 3306 детей. Общее число детей-сирот, проживающих в регионе, 3600. Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области стремится к тому, чтобы каждый из этих ребят обрел приемную или опекунскую семью. Благодаря изменениям в закон о содержании детей в приемных семьях, получить ежемесячное пособие станет проще и быстрее. Законопроект разработан по предложению правительства для граждан, чтобы упростить процедуру назначения пособия и сократить срок предоставления выплаты до 10 дней. Мы снижаем те необходимые документы, которые предоставляют граждане для получения ежемесячного пособия. В первую очередь мы убираем справку, которая предоставилась ранее, о ежемесячных пособиях, которые получал родитель и ребенок. Таким образом мы уменьшаем количество необходимых документов и хождение по инстанциям от граждан. В правительстве также обсудили изменения федерального законодательства и необходимость учитывать их в работе региональной исполнительной власти. Многие нововведения положительно скажутся на дошкольном образовании. На заседании Совета по стратегическому развитию президент России обратил внимание на проблему доступности детских садов в новостройках, где вовремя не позаботились об инфраструктуре. Это одно из направлений, которые находятся на постоянном контроле президента. Законопроект принят сразу в двух чтениях. Документ направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальным предпринимателям при наличии у них лицензии на образовательную деятельность. На заседании также поговорили о доступности среднеспециального образования и о востребованности рабочих профессий в Ульяновской области. Для этого в регионе сформирована рабочая группа, которая сформирует предложения и направит их в федеральное правительство. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о предоставлении части стоимости обучения не всем, кто выбрал разные направления подготовки, а только тем, которые обучаются по программам, интересным для региона. То есть это те специальности профессии, которые важны для социально-экономического развития Ульяновской области. В Ульяновской области 2532 человека, участники долевого строительства, дома которых не сданы в эксплуатацию, несмотря на сроки. В 2022 году силами региона планируется восстановить права граждан, купивших квартиры в пяти проблемных домах. Это дома 33, 36 и 72 застройщика Запад в Засвияжском районе. Дом 11 по улице Мичурина в Ленинском районе планируют достроить до конца года. 48-й дом в микрорайоне Волжские кварталы достраивать не планируют. Дольщикам будут предоставлены компенсационные квартиры в уже сданных домах. Дом номер 20 микрорайона Центральный планируют достроить во втором квартале 2023 года. Права участников долевого строительства 10 домов, многоквартирных домов застройщики, которых признаны банкротами, планируется восстановить с использованием механизма публично-правового компании Фонд развития территории. На сегодняшний день строительные работы возоблены по семи домам. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию два дома. На заседании также обсудили празднование 350-летия со дня рождения Петра I на территории региона. В честь события театр юного зрителя поставил в Ульяновской области спектакль «Петр Великий». Валентина Никонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.